В реальной жизни у нас обычно больше, чем один шаблон. Более того, если уж так получилось, что мы делаем сайт со страницами, то как правило бывает так, что у нас множество страниц есть в одинаковом оформлении, и шаблонная система должна это предусматривать. К сожалению, EGS не очень хорошо с этим справляется, поэтому я сейчас поставлю чуть-чуть другую шаблонную систему, которая называется EGS Locals. Это почти то же самое, что EGS, но есть важные возможности, а именно Layout, Partial и Block. Мы их сейчас посмотрим. npm install ejs-locals. Ставлю этот модуль. Здесь я использовал директиву App Engine, чтобы сказать экспрессу, файлы с таким расширением нужно обрабатывать вот таким вот шаблонным движком, а вовсе не стандартным EGS. Вообще, еще раз хочу обратить ваше внимание, есть множество отличных шаблонных систем для Node.js. На EGS свет клином не сошелся. Я здесь ее использую просто потому, что она очень похожа на HTML, и что она требует минимального времени на изучение, просто чтобы нам не уходить куда-то в дебри шаблонок. На самом деле их много, выбирайте по вкусу. Так, смотрим шаблон теперь. Вот индекс EGS, стандартный. Что нам может понадобиться? Layout. Вот я его здесь открыл. Layout это некоторое оформление, которое мы пишем в отдельный файл, и указываем куда вставлять body. Вот здесь. Я могу в любом другом шаблоне указать. Layout. Вот такой вот. И тогда при обработке этого шаблона, EGS загрузит вот эту вот страничку Page, ее выведет, а собственно вот это вот тело поместит сюда. Таким образом, если у нас есть много страниц с одинаковым оформлением, то мы можем им просто указать layout. Обратите внимание, я тут еще черточку поставил, она не обязательно. Можно и вот так. Черточка всего лишь означает, что первый перевод строки после вот этого директива нужно проигнорировать. Это бывает иногда удобно, чтобы избежать лишних переводов строки, которые становятся пробелами в получившемся HTML. Ну, в данном случае это здесь не очень важно. Посмотрим еще раз на Page EGS. Здесь я использую библиотеки Bootstrap и jQuery. Для того, чтобы их удобно поставить, я установлю глобально модуль такой называется Bower. Bower это утилита, которая позволяет удобно ставить всякие библиотеки для фронт-энд. Сейчас она поставится. Bower install jQuery и Bootstrap. Куда я их буду ставить? Я буду их ставить в директорию public и создаем здесь специально вендор под директорию. В поддиректории вендор будет не мой JavaScript и CSS, а сторонний. Bower install jQuery и Bootstrap. Это и другая последняя версия я поставлю. Ну, вот, готово. Так. Ну, вот, вроде как появилась директория, но все равно оно подсвечивает, что файлы не найдены. Это потому, что оно не знает, где их искать. Так, mark.resource.root. Вот, теперь знает. App.css. Давайте я создам. Ну, вот, теперь с файлами все нормально. Следующее, что здесь необходимо посмотреть, это система блоков. Что за зверь, зачем нужен? Допустим, я хочу задать из этого шаблона индекс EGS нечто, что понадобится мне, в частности, в лейауте. Например, заголовок страницы. Я хочу, чтобы вот здесь вот, в тайтле, выводился заголовок, который не является каким-то глобальным для лейаута, то есть он может быть разным, и задается конкретно в шаблоне. Как мне это сделать? Для этого существуют блоки. Я пишу блок, название, и дальше текст. Ну, например, такой. Дальше шаблонку уже позаботиться о том, чтобы этот текст прибавился к специальной переменной, доступ к которой вот так вот организуется. Только вместо блок нужно blocks. Вот так вот. Здесь я позаботился о том, чтобы все содержимое этой переменной экранировалось. То есть, вот всякие такие символы будут заменяться на специальные HTML-сущности. А если я хочу, чтобы сохранялось как есть, то я могу сделать вот так. Что ж, посмотрим. Запускаю. Перехожу. Ну вот, все отлично. Title попал и сюда, и сюда. Итак, блоки используются там, где нужно какое-то содержимое задавать в шаблонах. Просто потому, что в JavaScript оно было бы явно лишним. Последний компонент системы шаблонизации, который мы рассмотрим, это Partial. Partial это подшаблон, который, как видите, находится в отдельном файле. В данном случае он находится вот здесь. Здесь есть различные опции, что можно этому под шаблону передать. Если интересно, то посмотрите в документации. Здесь есть более подробное описание этих различных фишечек. В данном случае Partial можно рассматривать просто как простой include, простое подключение одного шаблона в другой. Далее мы будем добавлять различные компоненты в эту структуру template. Единственное, что сейчас нужно еще поменять, это переменная body. Здесь она используется механизм шаблонизации, поэтому вот сюда на нее ставить нельзя. Если я ее здесь поставлю, как вот сейчас сделал, то layout корректно работать не будет, это можно здесь легко видеть. Видите? Hello вместо того, что содержалось раньше в индекс EGS. Видите? Вот это получается куда-то пропало. Чтобы это не пропадало, мне нужно body отсюда убрать. Раз. Ну вот, готово. Просто использую другие названия переменных. Спасибо.